А почему сменили южный на северный? Ну еще в 2000 году у меня не было даже понимания, что на северной части что-то может, жизнь какая-то зародиться. А в 2010, когда я сюда первый раз попал, то меня поразила и природа, и вообще как здесь все развивается. То есть насколько государство само вкладывает в развитие страны отели, море, пляжи, горы, сосны в лесу на северном склоне, на южном, такого не найдешь. Да, гораздо более приятная природа, потому что с юга закрывает горный хребет, а кто-то летнего палящего знойного солнца. И если переезжаешь на южный Кипр, то там в основном пустыня, колючки, и взгляду даже зацепиться не за что. То здесь зеленая природа, красотища, легкий бриз море дует почти всегда. И это намного приятнее, приятнее тренироваться, находиться просто, загорать даже. Следующая составляющая, это, конечно, цены на недвижимость, которые тут тоже подкупили. Вот, и сделали выбор вложения средств на без задумывания, я бы так сказал. Квартиры, виллы здесь довольно-таки хорошего качества, в смысле, на выходе. То есть есть отделка, есть мебель, можно даже с бытовой техникой купить и со всем остальным. И как бы можно приехать, поставить кровать и начинать жить. Вот это не надо ничего ждать, не надо ничего там делать такого. Вот, и отделка, ну, даже если сравнивать с Россией, нету этой деревянной двери за 3 рубля, которую обязательно надо вынести, снести. Все эти унитазы тоже вот выброс. То есть стоит все так среднего качества, выше среднего даже, можно сказать. Не элита, конечно. Но, я думаю, если покупать дорогую виллу, то там все будет соответствовать. Да, можно купить любой пакет, да. Поэтому не было раздумий по поводу выбора места жительства. Ни секунды не думали.